Сделать, чтобы видно было. Сергей Николаевич, ты не против побеседовать? Не против. Не против. У нас все записывается и выставляется в интернете. Я тут тебе не против? Нет. Хорошо. В прошлом году ты потерявки был? Помогал там Володе сухую траву там собирать? Было дело. Было дело. И ты торопился обратно приехать сюда, говорил, у тебя надо участок дома разрабатывать, там сажать. Говорил? Так, сколько ты разработал свою участку? И что ты садил? Простые вопросы. На том участке, к которому ты стремился домой. Ну, мне надо было на зиму заготовить. Я и вопрос не об этом, ты точно по вопросу. Сколько ты раскопал и посадил что-то там, и что посадил? Да, я уже не сорву, я собираю мелкую картошку, люди выбрасывают, я собираю. То есть нет, я про это и говорил. Я говорил, ничего ты не будешь копать. Потому что у тебя все заросло, а заросшее там надо выколащивать, с корнями тянуть. Но ты рвался оттуда уехать домой для того, чтобы участок... Чтобы заготовить на зиму. Пока не заготовки не шла, посадки, не путайся. Ты говорил, надо домой приехать, у меня там убирать, скопать и посадить. Ты это говорил. Ну и что? Но ты еще не садил? Ну и заготовить на зиму-то надо, все равно. Садим лимит. Заметьте как будто, ты не думаешь, что она глупая. Я говорю, землю скопал сколько-то для посадки? Так это мое дело, не ваше дело. Это дело мое, не ваше дело. Да я твое дело, я не отнимаю, это я спрашиваю. Вы скопал или нет? Нет. Ну какое мое дело? Никакого дела твоего-то там и не было. Я про это говорил, ты рвешься от Володи одного бросаешь, и дома ты не будешь делать. А у нас, если бы ты садился, картошку, мешок-то вполне могли прикинуть тебе. Да я и так три мешка набрал. Ну главное, ты решил туда-нет. И нынче ты будешь сажать? Нет. Нет. Так, Володя пораньше поедет, это шесть прудов. А который переходной, в одном месте даже восемь метров. А восемь метров ты знаешь, это сколько? От отсюда вон до туда. И нужно прокопать хотя бы вот такой ширины, там в коробах в этих, снег выгласить, чтобы вода пошла. А когда вода пойдет, она это все сметет. На шести прудах это надо сделать. Ты поможешь? Поедешь с ним? Молодых-то нету что ли? Мне 73-й год, я буду еще это... Понимаешь, я никогда не насылался на воду. Такие дела есть. Я на воду никогда не ссылался, хотя у меня три грыжи. И все знают, и... Ну, молодые-то есть что ли? Я сейчас отвечаю. Сильно тревожишься. Так, землю там копать, Володя знает. Я копал наравне с молодыми. Да еще, фору мог дать им. На всех прудах, где только работали, я лопатой кидал, доски носил, нынче, которые большие сваи. Я их туда носил и носил. Так было, Володя. На Рыжковском, где было так? 1400 сваи у нас. Это очень много. Или никогда не ссылался. Ты помоложе меня маленько. И не так и тело твое изранено, как мое. И снег кидать не землю, кувалдой, ломом, а снег ломтиками такими отрезай, выкинул рядом из этой, из корыта. А корыта это, ну, вот такой вот ширины, допустим, вот, до стены. И надо вот такой прокопать. А дальше уйдет. А это на шести прудах. И там еще рядом около домов что-то убрать. То есть самая посильная работа. У нас рядом живет Серафима Гаврила, 93 года. Не 73. 93. И с огорода ее не выгонишь. И никто ее в храме не видал, чтобы она садилась. У вас как только считается, что все падают. Она не садилась ни разу, никогда. Один раз было, она упала. Так она не стала объяснять усталостью. Она говорит, это меня кто-то толкнул. А почему толкнул? А я вот того-то осудил. Она копает дальше и дальше. Ее подняли когда где-то. Она отталкивает, не надо. Палочку дайте. И она снова уперлась. И до конца службы стояла. Так и не села. Понимаешь, какое поколение. Ни разу не села. Меня тоже никто не видел сидящим. Ну, я моложе ее. Не на два года, а на 13 лет. Мы сильно много льготу даем себе. Маленько защихал и все. Ваня не приехал. А кто? И на фах. Его признала больным. У него сопелька потекла из левой надрюбки. Нет, брат, не пойдет так. В войну остались одни женщины. Они пахали и все делали. И были в местах, где запрягались и тащили бороду на себе. Они в фронт должны были кормить. Так, ты можешь поехать с Валдимиром Александровичем? С Пащенко. И побыть там. Кормежка обеспечена. Осенью картошки можем привезти. И там на людях будешь. Субботу, воскресенье не работают. Там отлично можно жить. Поедешь? А какое время теплое будет? Ну, конечно, будет уже, да, тает начнет теплое. Будет время таять. Там, ясно дело, плюсовая. Тает начнет. И нам нужно скорее сделать, чтобы вода, а вода идет поверх снега, и она светет нашу плотину. Дать ей, чтобы она пошла туда, куда занаряжена. Прокопать, и туда, куда вода пошла, и там маленько вниз спустить. Широко не надо. Ну, вот такой вот, допустим, есть сколько и всего. Чтоб тебе пройти можно было. А вода у нас сразу промоет. А снег там все. Мягкий снег, а там не дорога, в лагу. Так, я хочу, чтобы это, определенно, Володя успокоить. Он не один. Деревня, кто-то будет помогать. Работа там есть. Да я не переживаю сильно-то. А? Я не переживаю сильно-то. Он не переживаю, потому что он надеется, что поселение Николаевича Репанов легко согласится. У меня только один вопрос. У меня собачка-то живет. Вот собаку-то как тебе? Я, может, вместе к себе сидел. Один-то есть. С собой можно. На мордик-то есть у ней? Есть. На мордика вагон не пустят. Есть, есть. А вы поедете на машине. Барабаш приедет, и вы в машину сядете, и собачка на мордик. А Володя повезет кошек. Я вот пять кошек отдам, а одно ставлю. Мальдин. Еще кто-нибудь славный. Так считай, договорились? Договорились. Ты назад по пятной не будешь брать? Ехали медведи навязать. Ты не нарушаешь храме. В храме только там, как надо, стоять. Не ложиться. Суббот, воскресенье, богослужение. На занятия ходить. Так. У тебя никаких кожных заболеваний нету? Венерических? Нет. Значит, в баньку можно ходить. Володя тебя проверит. Потому что мы ходим все в баню. Так, спать будешь на втором этаже, а не на третьем. На первом. А Володя на втором. Там теплее. Ну, смотри как. Я на третьем сплю. На своречнике будете. Меньше топить, а там только заходите, что надо делать. Все сварить. На своречнике. Дальше. Березовку будет брать. Будешь помогать Березовку с ним. Чтобы зимой ты имеешь полное право сказать. Дайте мне эти Березовки. Видите как. А сейчас, значит. Если бы я сегодня поверил ему, что ему некогда, не привел. Чтобы у меня была работа, что Бог дам. Игнать Иванович. Игнать Иванович. Березовки предложите, кому надо еще. Так, Березовки кому надо? Замороженные. Так, сейчас. Володя, обождите. У тебя сколько есть еще? Березовки. Смотри, кто подойдет к нему. Бутылки вернуть. Штук 20. И только дома придете, сразу в тазик положите. А они застывшие. И там порвали кое-где. Она будет течь и вытекать. Володя делает в тазик, ставит там большую чашку. И она туда вытекает. Я никогда не думал, что такие бутылки, это же не стеклянные. Почему их? Полные наливали. Не надо было полные наливать. Тогда бы не порвало. Оставлять немножко надо и все. Володя, они были полные у тебя? Полные. А еще и мешки-то полные были. То есть их могло раздавить друг об друга. Там еще и гостикова бутылки. Водно раздавить, да? Водно раздавить, да? Тебе-то надо. Возьми. Ты их отдашь, сейчас отдашь? Да хоть сейчас. Сейчас отдашь. Я не треплюешь герезу в сутки? Давайте закончим. По теме, которая здесь была, сейчас воспользовался. Первую эту идею, скажем так, хлебопреломление. У вас много чего полулеса, ничего в кармане нет. Проквасили все грибы. По теме, которая у нас была. Ну, а раз никаких нет вопросов, тогда любые. А можно вопрос? Давай сюда, поближе. Вопрос не по теме Евангелия, а вот... Вот когда верующий человек испытывает скорби и начинает унывать. Ага. Давай, все. Вот ваши рекомендации... Это молодец, снимай, я это закрою, все. Договорили с Василием Николаевичем? Договорили. Слушаю. Ваши рекомендации на этот счет? Какой? Что какой? Я вам еще раз повторяю. Верующий человек начинает испытать скорби. И от этих скорбей он впадает в глубокое уныние. Ответ один будет. Так еще какое? Один отвечайте. Ну, поэтому еще я скажу все. Другая говорит, а у меня вот мысли такие одолевают. Как с мыслями бороться? Я говорю, следующий вопрос. Потому что я уже понял тебя по одному вопросу. Остальные будут подобные ей молитвы. Я другого не знаю. Самое действенное, приятное. Но к этому надо привыкнуть. 100 поклонов. Щетки. И на не меньше 7 раз. У меня было так, я в деле становился 18 раз на молитву. Все выметит из головы. Ничего не надо, только дайте мне Господа. То есть, вы полагаете, что этот человек не молится? Ну, как молится? Он стоит. На мой взгляд, глубоко верующий человек. Понимаешь, как? Но ныне одолевает невероятное. Слово молиться, это не просто стоять. Молитва приходит не сразу. Но ты принуждай себя, ты дави себя. И тогда ты увидишь, в каком месте молитва. Ты очень, когда считаешь, вникаешь в слова? Вникаю. До конца? Ну, что-то вроде да. У меня не получается по сегодняшний день. У меня со второго роткона опять. Ночь. Ночью один, никто мне не мешает. Я молюсь, я чувствую, в каком-то месте я опять проскочил. Я снова начинаю считать. То есть, мне надо все молитвы считать, а я одну не могу правильно прочитать. Я снова начинаю молиться, от всего, от всего отрешиться. Мало того, я к себе очень строго подхожусь. От молитвы до воскресенья Бога. Ложись в постель, просчитай. Я начинаю считать. До половины не засчитал, уснул. Уснул и сразу встрепенулся. Это и не так просто. Я снова начинаю. И тогда третий раз, я думаю, небесноватый или я. Это сатана мешает. Это как же так-то. Я тогда холодно, не холодно сажусь и начинаю тогда считать. Насчитал тогда спокойно, иду спать. Молитва, связь с Богом. Не твоя сила будет тут. И ты увидишь, всегда воображай, соображай, что в мире людей много-много, которые свою долю, свои испытания, на твои вот так обняли тебя, отдали. Возьми. Представь. Вот у тебя сейчас сказали. Сын выскочил играть, не дай Бог, конечно. Его машина задавила. Твои какие будут? А у него семь сыновей в один день и три дочери. Семь сыновей и три дочери в один день обезлюдил. Знаешь о ком? И он говорит как? И урок дал, Бог взял. Главный корень теперь жену победить. А жена убедит, он страдает, пораженный проказы. А Бог его не убивает, потому что он не грешник. Она говорит, а ты согреши. Прокляни Бога и умрили. Он тебя сразу убьет. Ты одна как из безумных. Да неужели за добрая бума? И книгу, кто написал его, я не знаю. А сколько мы находим утешения? Царь Николаев, он ради рождения был наивого. И он говорил, мне придется много страдать. Он это понимал. Однажды на каком-то учении снаряд пролетел прямо мимо его, гадатокал головы. А он говорит, со мной ничего не делать, пока Бог не делает. Так и здесь. Я ни другого не знаю. Вот начинает что-то, папиросы, если курил, так в табакерку положи леденцы, за папиросы, а папиросы нету, леденец возьмем. Ну пойдешь к самотологу на 40 лет раньше. Ничего не надо, молитва. И вот когда горе какое-то, нападение такое, у меня сон пропадает. Я бы лежал, метался, нет, все, я эту лестовку из рук не выпускаю. Молитва за молитвой идет. Вот когда писал, этот, игумен писал, вы где еще нашли, говорит, такого человека? Вот я пошел, а он не принимает. Я выходил и на колени становился в ограде, в Барнауле, у Покровского собора. И часами я стоял, слезы эти и клейки, и клейки. Вы найдите такого, говорит, человека, своих больших. Почему я выпросил этот дар? И самые, кажется, большие крепости сдвигались с места. Это Бог делает так. Вот на меня сейчас, для меня самое одно из основных, это вот нападки, которые, что-то я еще бы мог перенести так легко. Но то, где я вложил десятки лет труда, самые расположенные, кому расположены, они сделаны самими врагами, и через это играют, у меня уничтожают. Господи, мне не перенести это. Я могу думать плохо, даже думать. Я вижу, что не получается. Посты у нас, они не евангельского устроения. Особенно Петров пост. Дети приезжают, месяц я не могу ничего дать им. А у нас там и сметана, и еще только нету. Я не могу, батюшка мясо дает, я не могу взять пост. То есть я их исполняю по поверению. Но я не люблю их. Теперь моя задача полюбить. Я теперь устремился, все время прошу, вот дай мне любовь, дай мне любовь к этим постам. И вдруг что-то как-то сделать такое, я просто не должен всегда поздравить. Хотя у меня мясо круглого, вот нету. И ничего такого нету. Молитва, это молитва, то есть, ну мы словом молитва, как бы ничего не говорим, а связь с Богом, беседа с Богом. Вот считают, я считаю, что ты не еретик, когда молишь своими словами. Вот Игумен идет, а мы по полю идем, я сразу остановился. Птицы поют. Господи, да какое ты чудо сотворил, какой оркестр в небе. Это, в общем, он говорит, Игнатий, для него нет этого, я литургию говорю, это не только в храме, литургия и вся жизнь. Литургия переводится в общее дело. И он все это написал, здесь у него есть. Слышишь, нет? Да, слышу. По-другому я не могу ничего сказать. Я делюсь опытом. Все остальное, что говорят, я считаю, недейственно. И припомню, там-то казня, там-то мучает, там кто-то забил. Вот она, предпринимательница одна, она набрала, едут оттуда, едут с сыном. И в это время, этот залив, волна идет. Их машину грузовую подцепила, перегорнула. Он когда очнулся, ни машины, ни матери, никого нету. Кое-как ящики плавают. Он кое-как выбрался. Туда, мороз, руки сразу все заледенело. И он где-то, припоминать, стал там где-то на пути, километров 30, или сколько, избушка какая-то. И он до нее добрался. Открыл кое-как ее. Спаси, Христос. Ему руки-то отрежут потом. Ни матери нету, ни предпринимательства нет. Ты припомни таких людей и скажи, да твое-то, они бы сразу отдали тебе. У меня бы руки были, а их нету рук. У меня мама была, а ее нету, я утащила море. У нас все ходит сейчас в один день. И всегда надо вспоминать этих людей и о них помолиться. Вот сейчас сказали о Беларионе. Это не случайно. дали понять, что очень серьезно. А что такое очень серьезно, мы понимаем. И я уже начинаю с ним соединяться. Вот начинают, а мне говорят, а вы там волшебствуете. Услышали, я учился в Сорике, в Египте, в Индии. Я не был ни в Египте, ни в Индии. И не учился. Я учился только у Ного Христа. То есть клевещут. Вот она, сказали там, ей не хватает гемоглобина, и она такая, не может кормить ребенка, чем то другое. Я уже с ним, я около ребенка толкусь. Я ночью это получил и прямо к нему уже туда подошел. Как сделать? Еще раз ему сказал, я буду молиться. Он просит помолиться. Но только прошу согласись с любым вариантом. Я не свое вам прошу. Господи, да будет воля Твоя. Он был парень, он такой активный. И все по рукам связалось. И теща там что-то не так понимает. Я не называю никого, она не догадается. Но это реально. Я не могу подействовать никак. Я должен только, я стою в храме сегодня, молюсь. Здесь схожу, я опять вспоминаю, как его звать. Устрою, Господи. Там уже что-то работает. Я не знаю, жду сообщения. Уже работа там началась. А как вы знаете, живой Бог, живая молитва. И поэтому Бог отвечает. Ты это знаешь, веришь в это? Верю. Она верит, когда просили молиться, и как Бог мгновенно порешал по-своему. Вы все у меня здесь. Но я был сухой, как все. Я выпустил у Бога этот дар. Вопрос у меня. Освещенную воду и проспору некрещенным можно во время болезни давать? Конечно, можно. Это не талантство. Можно. Меня вчера этот вопрос задавали только. Там, Наталья, какая-то перелыгина или какая-то. Да? Вот. А я уже ответил. Вы не свой задали, а и. И вот теперь узнали, что и она знает, кто задал вопрос. Теперь и Вячеслав меня скинул. Я говорю, уже молюсь, уже молюсь. Успокойтесь. Она ко мне придет. Я вам говорю, она ко мне придет сама. Она почувствует, что здесь что-то есть. Я с ней раньше, когда беседовал, я ей говорил. А вот муж там, чтобы долги погасить, по наследству ей дом достался, продать дом-то. А вот что делает? Помоги Христосу. Я прошу, Наташа, отойди. Он долго в командировках, а я подозреваю. Он говорит, да что ты дуришь-то? Нигде я не был. Я в командировке. Ты зачем путаешься? У мужа не путайся под ногами. Мне одного слова не говорю. Я уже наказы давал. Я пробрал. А у меня сразу легче стало. Квартира твоя, не твоя. Ты не сама. Вон хозяин. И он говорит, долги-то растут, надо рассчитать, а квартира стоит не занятая. А у них живут-то есть ни одна квартира. Я в стороне чужой человек вижу, почему ты не видишь-то? И ты сидишь, квасишься на своих дрожжах. Ты должна с такой радостью встретить мужа, что он понимал, во всей вселенной лучше тебя никого нет. Он по нему идет домой, он тяжко вздохнет, как Соломон говорит. Какая же там рядом у меня? Я бы сказал, как называют их. Помните, когда Вечный Зов, когда она его ждет в фронте, своего Касьяна. Не смотрели? Вечный Зов. Там отдельная есть такая. Она его ждет, Касьяна своего. Кто видел? И она на вокзале ждет и ждет все поезда. Так, Новосибирск, Барнаул. Проезжает поезд. И она такая играет, ну, прям, а вы знали, что ему ноги оторвало, он был кем-то. Он любил, она изменяла. И она другим говорит, я такая стерва была, такая стерва. А теперь она вся, и бабка одна там подошла, ну, поешь ты, голубушка, маленько. Да вот, кашки сварила я тебе, да она на конопляном маслице. И вдруг, и она сразу туда, и видит какого-то, на тележке, и она поняла, что это ее Касьян. Это надо видеть. Она по-другому смотрит, а он упирается на эти, это надо сделали, ног не видать у него, как на ногах сидит. И он это, штырьками-то упирается, и она как поезд пошла, она Касьян. Он как увидел ее, и скорее от нее убирать. И она наконец догоняет, и упала на грудь, да прости меня. И сама плачет. И вот дальше артист. Это надо видеть. Как он исказил лицо, заплакал, мужские слезы. Я сам заплакал. Артист, он играет, а Зорь здесь тихий. Это вообще, это что-то и бесподобное. Он только сможет. Обнял ее, все. А дальше она его выучит на бухгалтера, он уже сидит там в конторе, где она цветет, косарица. Это и фильм-то хороший. А этот момент вообще, его больше всего дают. Я не могу смотреть, без всего. Это такое переживание. И как она с грудью, она его гладит, щеки, косьян, косьян. И он вот так поплыл. Ну это вообще. Я думаю, ни один артист ни в Америке ни так не сыграет. Это что-то неподобное. Или бесподобное. Видела? Да. Я правильно рассказываю? Да. Ну это самый приближенный к действительности в фильме. Время вышло. Время вышло. По тем временам. А что, ты куда торопишься? За картошкой? Время вышло. Домой надо. Сказал тебе тиран. Время-то вышло. Правильно ты говоришь. Ну что сделаешь? Потерпи этих собак, родят у собаки. Достойно есть всякого истину, была детья богатого лицу, присоблашенную и пренепорочную. И матерь Бога нашему, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Серафим, безустыннее Бога слово рожжую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, благодарю тебя за то, что ты нас собираешь у ног твоих. И то, что ты позволяешь нам слушать слово твое. Слово твое от истинного подвижника веры, от нашего святого, не побоюсь этого слова сказать, Игнатия Тихоновича. Благодарю за то, что ты сохранил его для нас. Слава тебе! Аминь. По славу Божию! По славу Божию! Спаси Христос! Спасибо! Гения!